Всем привет! В эфире Коткод. Сегодня мы поговорим о ивентах в Laravel. Событиях в Laravel. Поговорим о том, когда их нужно применять и попрактикуемся, попробуем применить на живом примере. Ооо, вот круто! Возможно отправка каких-либо аналитических данных в CRM или еще куда-либо, в Telegram-бот и так далее. То есть таких дополнительных событий может быть куча. И вот как раз в этом месте необходимо создать ивент создания заказа и в него добавить все дополнительные обработчики. Чтобы у нас в конечном итоге это не выглядело как контроллер или репозиторий, который создает заказ и после идет дополнительно полотно кода из различных дополнительных сфер. То есть получается, что у нас класс отвечает не только за создание заказа, а еще и выполняет кучу дополнительных функций. А все должно быть разделено. То есть каждый класс по-хорошему должен быть ответственный только за что-то одно. Поэтому все остальное, отправку email-уведомления, отправку аналитических данных, мы все это выносим в отдельные классы. И вот как раз здесь на помощь нам приходят события. Недавно мы с вами рассматривали тему очередей в Laravel. И в отличие от очередей, чтобы работать с событиями в Laravel уже все есть. То есть мы можем сразу приступать к их созданию. С чего хотелось бы начать? Скажем так, входной точкой в инициализации событий является Event Service Provider. Он у нас располагается в директории АПП, Providers и Event Service Provider. Здесь у нас по умолчанию уже есть одно событие, Registrate. Это зарегистрированный пользователь. Если он зарегистрирован, то есть пользователь создан, то у нас отправляется ему email-уведомление с верификацией. Такое событие и такой листенер, обработчик у нас в Laravel по умолчанию. Здесь же мы сейчас будем создавать собственные события и обработчики. И также добавлять их сюда в переменную Listen. Давайте сегодня рассмотрим следующий пример. Опять-таки возьмем мой курс Laravel с нуля. Я уже говорил, что мы сделаем урок по поводу событий в этом месте. У нас есть метод добавления комментария. И здесь после добавления комментария мы как раз добавим событие, что новый комментарий создан. И добавим в это событие какой-либо обработчик. Пусть это будет отправка email-уведомления о том, что новый комментарий появился на странице. С чего нужно начать? Во-первых, необходимо создать само событие. Делается это через командную строку php artisan make event. И далее название события. То есть, что произошло. То есть, комментарий создан. Так мы его и назовем. Comment created. Событие создано. Мы его сразу добавляем в Event Service Provider после уже существующего события. И далее в массив мы будем уже передавать обработчики. То есть, что будет по этому событию у нас срабатывать. Какие действия произойдут. Все это мы будем разделять на отдельные листинеры, на отдельные обработчики. То есть, если взять пример опять, который я говорил в начале про заказы. У нас бы здесь был Event Order Created. А внутри были бы листинеры. Отправка email-уведомления. Отправка аналитических данных. Все это было бы в отдельных обработчиках. Давайте создадим обработчик для события созданного комментария. Который будет отправлять уведомления о том, что появился новый комментарий. php artisan make listener. И его название. comment, email, notification. Пусть будет new comment. Так, смотрите. После того, как мы создали, у нас листинер находится в директории обработчик app listeners. А event находится в директории events. Вот наш events. Здесь у нас по факту ничего толком нет. Broadcast он нам не потребуется. Мы его сразу удалим. Здесь в construct мы будем принимать входящие значения. Данные для события. То есть, здесь мы как раз будем принимать наш комментарий. Чтобы его как-то дали отправить, например, в email уведомление, какой текст в комментарии был. А listener будет принимать ивент. То есть, будет принимать как раз главный родительский ивент, comment created, в котором уже будет комментарий. И здесь мы от ивента уже будем уходить в комментарий и с ним работать, его обрабатывать. Здесь в нашем случае нам не потребуется construct метод. Вижу, что я допустил ошибку. Email. Можно было еще, смотрите, как сделать. Давайте удалим listener. Можно сделать следующим образом. Также мы создаем listener. Но добавим ему еще дополнительный параметр. Event. И сошлемся на только что созданный ивент с добавлением комментариев. Comment created. Теперь посмотрим на созданный listener. Он у нас сразу укажет тип, что ивент у нас придет именно comment created. Чтобы мы далее уже удобно с ним работали и видели внутри переменную в виде комментария. Далее мы перейдем в сам ивент. Далее мы перейдем в сам ивент. И здесь добавим public переменную comment. Примем ее в construct. И свяжем с public переменной. Чтобы далее во всех обработчиках мы могли с комментариями работать. Теперь уже в обработчике. Здесь мы можем непосредственно работать с моделью, с объектом comment. И далее здесь уже мы отправим email уведомления. И пусть там будет текст комментария. Далее мы возвращаемся в event service provider. Мы здесь добавили наше событие comment created. Но не указали какие именно обработчики будут по этому событию срабатывать. Давайте здесь добавим наш обработчик. Да, после этого когда мы вызовем событие comment created. У нас сработает обработчик new comment email notification. Также мы бы сюда могли добавить и дополнительные сколько угодно обработчиков. Далее что нам потребуется. Мы переходим в метод добавления комментария. И здесь с помощью helper event передаем параметрам событие comment created. И в него передаем только что созданный комментарий. После чего у нас после добавления комментария также сработает событие comment created. Которое вызовет обработчик по отправке email уведомления. Мы здесь его не будем дублировать. Если хотите посмотреть как они отправляются. Можете посмотреть мой урок по Laravel с нуля. Где мы как раз затрагивали тему отправки контактной формы. Либо посмотреть предыдущий урок по очередям. Там мы также отправляли уведомления. Еще такой момент. Скажем здесь мы отправляем события. Здесь обработчик. Как нам сделать чтобы плюс ко всему. Этот обработчик отправлял уведомления. Не сразу, не мгновенно. А также работал через очереди. Нам достаточно к этому классу добавить интерфейс. ShouldCue. После чего этот обработчик уже будет работать как очередь. И будет уже попадать в очереди. И дальше срабатывать. Тоже такой интересный момент. О чем бы еще хотелось поговорить. То есть здесь мы вызовем событие. Оно у нас сработает. Поговорить немножко о минусах. Работы с ивентами. Смотрите. Немножко получается не читабельный, неподдерживаемый код. Это мое мнение. То есть к примеру. Пришел на проект другой разработчик. Он не знаком с Laravel. Но ему нужно добавить в этот метод какие-либо действия. И разобраться. Здесь сверху даже не имея знаний в Laravel. Он прекрасно понимает, что мы работаем с моделью. Что мы создаем комментарий. А далее он смотрит. Что да. В принципе ключевое слово ивент. Срабатывает какое-то событие. Он видит класс, который передан. В него переходит. И далее он вообще не понимает, что идет далее. То есть пустой класс. Что произошло. Произошло ли что-то. Непонятно. Как он связан с листинерами. Где они находятся. Он сразу не поймет. То есть ему придется все-таки уходить в документацию по Laravel. Изучать этот момент, чтобы понять. Я считаю, что код должен быть читабельным всегда. То есть даже незнакомая платформа. Ты все равно должен смотреть. И названия класса должны соответствовать тому, что в них происходит. И названия методов должны логически соответствовать. Чтобы сразу не приходилось писать даже сверху комментарий. Что да, вот здесь мы отправляем комментарий. Даже здесь не очень правильно мы сделали. Здесь лучше было бы сделать там create comment. Или что-нибудь там add comment. Что-нибудь типа того. Чтобы сразу было понятно. То есть есть пост. То есть это статья. И в статье добавлен комментарий. И то же самое, что и касается здесь. Здесь все понятно. Далее не очень понятно, как и где это находится. Вот такой момент. В целом считаю, тема событий Laravel довольно-таки простая. Но мы ее еще затронем в других уроках. Поговорим немного больше о возможностях. И необычных ситуациях. В этом уроке еще хотелось бы поговорить о обсерверах. То есть если у вас есть какая-либо модель. Которая нуждается в событиях. И эти события необходимо создавать вообще в каждом событии в рамках модели. То есть когда что-то создается, обновляется, либо удаляется. То чтобы не плодить кучу ивентов. Там вот как например это было бы с комментариями. Comment created, comment updated, comment deleted. Мы бы создавали кучу событий. Мы можем воспользоваться классом обсервер. И создать его в одном экземпляре для нашей модели comment. И уже далее работать со всеми событиями. Давайте посмотрим как это работает. Его создать так же просто. Необходимо выполнить команду. phpArtisan make обсервер. Далее его название. То есть это comment обсервер. И далее параметра model. Мы передаем с какой именно моделью он будет связан. Так класс создан. Он располагается в директории также app. Далее обсервер. И вот мы видим созданный обсервер. Так я опять не дописал букву. Но ничего страшного. Сейчас мы это поправим, чтобы не резало глаз. И здесь смотрите. Мы уже сразу видим все события в рамках модели. Когда мы сейчас этот обсервер привяжем к нашей модели comment. То на все эти события будет он срабатывать. Когда новый комментарий создан. Когда он обновлен. Удален. Восстановлен. Либо если это soft delete был у модели. И он не удаляется. У него просто меняется флаг. То при жестком удалении мы будем воспользоваться этим методом. Далее. Что нам необходимо. Так же как и с ивентами. Класс в котором все это работает. Инициализируется. Задается. Это event service provider. Здесь в методе boot. Нам необходимо связать нашу модель comment. С нашим обсервером. Через метод обсервер. И внутрь мы передаем. Только что созданный. Класс. Далее уже. Как я уже говорил. Когда будут происходить события. В комментариях. Мы уже сможем через один класс. Просто с ними работать. Если вдруг какие-то методы не понадобятся. То мы их просто здесь удалим. То есть это тоже имеет место быть. И в некоторых случаях. Можно воспользоваться просто ивентом. Когда это на одно какое-либо событие срабатывает. Либо обсерверами. Когда нам необходимо отслеживать все события в рамках модели. На этом урок окончен. По ивентам. Надеюсь он вам понравился. Также смотрите урок по очередям. Кто еще не смотрел. И курс уроков по Laravel с нуля. Чтобы понять в каком моменте я указывал на применение событий. На этом все. Надеюсь вам понравилось. Поддерживайте канал лайком. Подписывайтесь кто еще не подписался. Прожимайте колокольчик. Чтобы не пропускать подобные ролики. На этом все. Всем пока. Увидимся в следующем ролике.